К встрече с мэром города ребята подготовились. И еще бы такая возможность обратиться лично к главе областного центра с вопросом, просьбой, пожеланием или идеей выпадает редко. Не воспользоваться ей активной и инициативной молодежь Бреста не могла. В числе актуальных тем подняты в ходе встречи и развития города. Александр Рогачук рассказал о проектах, которые были воплощены в текущем году. Поделился задумками на будущее. Не обошли стороной тему культурных традиций города. Мэр областного центра констатировал при умножении их числа и предупредил. Брещан ожидает еще множество интересных мероприятий. Обсудили вопрос строительства новых объектов, благоустройства отдельных территорий Бреста. В этой области было сделано немало. Результатами работы поделился Александр Рогачук с молодыми людьми. Экономика и промышленность областного центра также были затронуты в ходе беседы. Любознательные ребята поинтересовались у главы города о судьбе отдельных предприятий. Есть предприятие, которое задает высокий план по именам промышленного производства. Прежде всего, конечно, это наша Санта, это наш Сарушкин прозвод, это вообще супер предприятие. Но на налогах мы не так много нашего Сарушкина продуктов. Есть предприятия, которые находятся в худшем состоянии. Те предприятия, которые имеют невысокую заработную плату, в районе 3,5-4 миллиона, до поставки, я могу говорить. Те предприятия, которые являются, к сожалению, убыточными, не соответственно, не платят налоги на прибыль. То есть факт есть. Но я думаю, что в этой ситуации уже город сделал для этих предприятий максимум возможным. С точки зрения понижающего коферцента по налогам, с точки зрения оказания помощи в высвобождающихся площадях и так далее. Поэтому непосредственно инвестировать деньги с городского бюджета в ущерб благоустройства, в ущерб тем же работе общественного транспорта, в какое это производство, в принципе, наверное, не совсем правильно. Серьезных вопросов к обсуждению было поднято немало. Среди них система образования, медицина, торговля. Широкий спектр тем, затронутых в процессе диалога, еще раз доказал. Молодежь интересуется жизнью города, а еще принимает непосредственное участие в ней. Так юноши обратились к Александру Рогачуку с новаторскими идеями. Школьник Артем Мясняков выдвинул к обсуждению вопрос развития в областном центре такого модного сегодня направления, как стрит-арт. Стрит-арт – это, грубо говоря, объединение художников вольных, которые украшают свой город, как они видят. Не написал три буквы на заборе, а красиво выражаются люди. Можем яркие примеры видеть в каждой европейской стране. Был три года назад в Париже, и там это сделано достаточно регулярно. Даже в Вильнюсе в том же каждый уголок страны красиво представлен. Доволен с сегодняшней встречей? Да, я доволен. Мне понравилось все. Прогрессивная молодежь предлагала самые разные идеи. Участник диалога Антон, например, поинтересовался о перспективе развития стартап-движения в Бресте. Мэр областного центра пообещал, что этот вопрос не останется без внимания. Чтобы мне узнать что-то новое и интересное в этом движении, мне нужно ехать либо в Москву, либо в Минск, либо в Польшу, куда-нибудь. Но в Бресте почему-то ничего такого не проходит. Кажется, почему? Ведь юные ребята – это как раз-таки будущее нашей страны. Если они будут что-то делать даже для города, для Беларуси, то это всегда будет плюсом. Да, вот я задал такой вопрос. В принципе, я очень сильно надеюсь, что к нему прислушаются и наконец-то откроют какие-то либо площадки для так называемого каворкинга. Это где люди будут собираться молодые и не только молодые, работать вместе над своими идеями, над своими проектами. Это может быть рисунок, живопись, музыка. Мэр – отзывчивый человек, да, и в принципе, если у него что-то попросишь, то есть вероятность того, что это будет выполнено. Глава города выслушал все пожелания и ответил на все интересующие вопросы, даже самые неожиданные. Молодые люди интересовались тем, как мэр Бреста проводит досуг, какой из видов спорта предпочитает и как поддерживает себя в хорошей физической форме. В диалоге Александр Рогачук был предельно честен и открыт, чем максимально расположил к себе аудиторию. Тема мероприятия – 2016 год, год культуры в Республике Беларусь, была рассмотрена всесторонне. В чем заслуга как организаторов Брестского городского комитета общественного объединения БРСМ, так и главного гостя – председателя Брестского городсполкома Александра Рогачука.